итак всем доброго времени суток дорогие друзья и вы с вами снова я владроид видеогеймс и это обновление на игру bmg drive и как вы видите в этом одном обновлении добавили вот такие вот прикольные автомобили это все у нас gambler 500 это есть такой стиль когда парни собирают тачки из того что есть за 500 долларов и должны проехать на нем 500 километров вот такие вот прикольные автомобильчики ну и это у нас первая тачка в обзоре это вот такой вот прикольный американский мини-венчик семейный так сказать и у него есть куча новых модификаций очень круто что это именно оригинальные так сказать оригинальная тачка которую добавили в новом обновлении на вот так вот прикольненько выглядит но это у нас в этом стиле gambler потому что у нас есть и обычная модификация данного автомобиль чека так как мы видим тут все открывается закрывается также двери у нас открываются закрываются и салончик у нас вот таком вот грязном стиле как будто бы тачку мы купили за минимальный прайс и только что с какого-то аукциона капотик у нас открывается мы видим тут 3 800 3 8 движочек v6 насколько я понимаю так закрываем капотик такая вот прикольная у нас тачка которая может ехать не только по ровному асфальту но еще и по нормальным таким бакаям потому что у нас тут подвесочка усиленная тачка все сделанное по красоте реально и у нас еще куча куча модификации на наши старые автомобильчики которые у нас были уже в игре до этого в от таком стиле как gambler 500 одну выхлопную мы оторвали сразу же у нас а у нас она всего одна была на сразу же звучок поменялся стал такой более по спортивным блин за колесо дернул вместо того чтобы за выхлопную да и тачка у нас уже больше ровно не поедет но как бы так сказать давайте заменим автомобильчик потому что у нас еще очень много крутых модификаций которые были добавлены в игру так ну что пойдем по порядочку сюда у нас была добавлена тачка вот такая прикольненькая смешная с ванной на передней части автомобиля gambler 500 это тачки которые ездят по пустыне куплены всего лишь за 500 долларов и они собирают всякие странные вещи по пустыне ну как тут как мы видим тут ванну на корме автомобиля и вот такая вот у нас странненькая тачка до колеса прикольная прикольная вообще она смотрится прикольненько так сказать и прикольно то что у нас все предметы которые на верхнем багажнике находятся они динамические абсолютно также как и ванна которая у нас отлетела и как по мне таким дым более долго стоит по сравнению с ранними обновлениями у нас после того как мы проедем прикольненькая тачка но мы возьмем что-нибудь дальше так посмотрим следующие автомобили которые у нас стандартный и получили модификацию gambler 500 так посмотрим этот ли автомобиль у нас что-нибудь такого плана у нас тут нету эта модификация была у нас и так уже стандартно как только этот автомобиль вышел так вот это вот тачка она посовременней да тут тоже ничего интересного нету следующий автомобильчик это у нас браклер но в провод у нас уже был насколько я помню просто как модификация и ничего нового нету потому что это добавлено было еще когда у нас было оффроад обновление так но здесь полюбе что-то должно быть такого типа по стилю gambler 500 нет ничего нету к сожалению давайте идем дальше смотрим следующие модификации наших автомобилей тут их общение так много и тут вообще ничего такого интересненького совершенно нету так у этой тачки есть что-нибудь наподобие нашего последнего обновления тоже я к сожалению не вижу но я специально решил пробежаться по всем стандартным автомобилем для того чтобы показать вам вот что это шестиколесный наш похожий на lamborghini автомобиль вот такой вот прикольный он и по постель дако рейсинга и посмотрим сможет ли этот gambler выехать на нашу горочку испытания так сказать он же все-таки шестиколесный привод на четыре колеса насколько я понимаю посмотрим справится ли данный автомобильчик с таким вот подъемчиком а ну-ка понижай очку так ручничок для того чтобы остановиться погнали 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 давай давай ты сможешь я знаю даже почти лучший автомобиль для такого да ничего у него не получилось получилось только перегреться задняя передача вообще какая-то медленная у него ладно так посмотрим какие-нибудь следующие модификации gambler и возможно мы найдем эту тачку которая сможет выехать на данный пригорочек так этому посмотрели тут явно ничего не будет таком же стиле да так я и думал ничего тут такого нету абсолютно у этой тачки тоже я думаю у этой тачки есть эта тачка мне очень похоже на автомобиль который строили в топ гире когда они решили создать идеальный автомобиль он тоже был похожего стиля квадратнейший полностью но он тогда был из металла полностью создан а этот автомобиль создан из дерева какая-то баня тут в багажнике вместо нормального были нас по салончику что тут у нас по салончику все нормально блин прикольненький такой автомобиль квадратный вообще дом на колесах просто только не то что там автотрак на колесах а реальный какой-то дом до выехать он тоже сюда абсолютно никак не может что у нас под капотиком нужно открыть сначала в салончике что-то там у нас открылась v8 движочек и тем не менее у нас по ходу задний привод из-за этого тачка просто не вывозит чтобы сюда выехать двери такие прикольные деревянненькие задвижочки прикольная тачка но выехать она тоже сюда не может так что смотрим следующие автомобильчики так а следующим автомобильчиком из gambler 500 у нас будет наверное вот такая тачка посмотрим модификации тут таких нету ладно пошли дальше в купешке явно их не будет никаких совершенно мне кажется почему-то хоть там и много модификации но да таких нету но это я кстати не помню модификации ну и ладно а тут можно сразу же выбрать чтобы это было из модификации gambler 500 нет нельзя такого выбрать к сожалению к сожалению это разработчики не учли вот это конечно такая и была моделька автомобильчика так что тут ничего абсолютно новенького нету посмотрим здесь gambler 500 я тоже не наблюдаю пишите в комментариях если заметили тачку которую я уже как-нибудь пропустил так из пикапчиков тут сто процентов должен быть gambler 500 по стилю сто процентов потому что тут 80 модификации но к сожалению я такого не вижу абсолютно никак странно странно это как-то все наблюдать вот это еще на стандартный автомобильчик а тут есть у нас gambler 500 вот такая вот модификация прикольненькая с цепочечкой создана вся из деталей которые так сказать ресайтинг то бишь уже которые были использованы ранее и вторая жизнь всяким деталям кстати эта тачка довольно таки бодренько выбирается под горку но сможет ли она заехать к сожалению она не смогла к сожалению посмотрим как она хотя бы разобьется а колеса так поразлетались все детальки которые у нас были закреплены на крыше а так почти увечья автомобиль не получил даже обе фары светятся крепенький крепенько достаточно автомобиль багажничек немножко замяли и дверьки а так в принципе абсолютно ничего ему нету ну нас не спасает то что у нас просто всего лишь задний привод и шноркель с такой трубы какой-то водопроводной нас тоже не спасает потому что и воды у нас тут то здесь нету вообще никакой так ну что смотрим дальше здесь я думаю должен быть какой-нибудь gambler 500 блин к сожалению его нету но напишите комментарий если я что нибудь хоть пропустил в этом обновлении сразу же пишите комментарии возможно это мы сделаем обзорчик в следующем нашем видеоролике так что тут в джипчиках тоже такого ничего нету следующий автомобиль и бишу и бишу 200bx блин и к сожалению тут тоже ничего такого абсолютно нету к сожалению так и бишу кавет а тут у нас как раз таки есть аж две модификации даже три модификации gambler 500 первая модификация это у нас шестиколесный пикапчик сейчас посмотрим как этот шестиколесный пикапчик на переднем приводе сможет выехать или не сможет выехать на данную горочку газ в палац передний привод должен тащить но что-то он вообще не тащит давайте мы приспустим передние колеса и дадим так сказать второй шанс данному автомобилю для этого мы приспускаем колеса до максимально минимального уровня и попытаемся въехать в эту горку еще раз вот такая вот прикольная модификация включить вот эти противоотуманки можно с помощью альт зажатие кнопки и кнопки н английской прикольно так смотрится по салончику совершенно стандартный автомобиль на коробочке автомат в принципе ничего абсолютно нового здесь нету ну что попытка номер два пробуем выехать в горочку как получится у этого автомобиля или нет газ пол блин кажись на спущенных колесах она проехала еще меньше чем на накачанных к сожалению большому сожалению так ну смотрим следующую модификацию это же этого же автомобиль и это у нас тачка трехколеска на которой у нас сзади всего лишь одно колесо от большущего трактора и какой-то редуктор тут непонятный сделан но посмотрим как данный автомобиль сможет ли справиться с горочкой потому что я так понимаю он какой-то легенький совсем он заехал уже выше чем прошлый автомобиль сможет ли он доехать до финиша до дороги доехать сможет или не сможет сейчас проверим как раз это вы что вы посмотрите просто тачка вытягивает вытягивает по максимуму и да и мы смогли доехать до дороги вообще да и перевернуться просто на ровном месте но тут у нас есть чуть-чуть нечестность потому что я увидел что тут есть привод на так же это одно заднее колесо помимо того что у нас передний привод есть так же у нас есть привод на заднее колесо но это немножко читерский момент то тачка переворачивается просто от захода поворот любого абсолютно и бак у нас вот такой вот странненький какой-то просто с бочки так ладно смотрим следующую модификацию на данный автомобиль а именно это у нас там какой-то пикап не пикап тачка не тачка вот гэмблер пикап прикольная тоже модификация достаточно сейчас мы ее посмотрим поближе сделана она в стиле такого ралли дакара трубы непонятные которые выходят с капота просто водопроводные британский флаг радиатор который торчит из капота потому что он больше чем нужно канистры сзади запасная крышка не знаю зачем этот тент наверное чтобы жара такая не шла в салон по салончику у нас какие-то тут кнопочки алкашка какая-то лежит о что это за переключалки а это свет наверху по ходу да свет наверху выключаем его и это что у нас такое непонятно просто загорается что-то в салоне ручки такие вот интересно сделанные вообще просто прикручены какими-то ручками дверная ручка закрывается открывается все отлично left rear это типа подкачки колес что ли headlight monitor прикольненько так left right все потухло да прикольно прикольная тачка ну что проверим как она по своим ходовым качествам сможет ли подняться на горку да задние фары вообще не от нее далеко такие стяжки прикольные она закреплены эти фары и к сожалению у нас всего лишь передний привод а выехать он сюда не смог получается только модификация с сзади тракторным колесом смогла выехать у нас так у нас флаг хоть в Британии погнулся или да шток так и стоит а флагу немножко плоховато намотала его и шноркель наш приустал так сказать на пол шестого но ничего страшного так что возвращаемся и смотрим следующие модификации блин сзади фары вообще как у жигулей какие-нибудь интересный такой автомобильчик вообще прикольненький так ну что смотрим следующую нашу тачку давайте посмотрим на этот автомобиль нету ли еще четвертой модификации какой-нибудь в стиле гэмблер к сожалению нету поэтому переходим к следующему автомобилю так а следующий автомобильчик это у нас вот такой коппер и бишу да модификации нету у нас гэмблера так здесь у нас наверное тоже модификации гэмблер не будет да как я и говорил ну я просто хотел проверить тупо все тачки стандартные модельки у нас из игры чтобы ничего абсолютно не пропустить вот какой у нас гэмблер тут есть совершенно обычного стандартного седанчика сделали вот такой прекрасный шестиколесный гэмблер я не знаю за сколько нужно было купить тачку чтобы на ней так и издеваться вот такая вот у нас тачка получилась шестиколесная но это точно наверняка должна заехать у нас заварили задние двери немножко наверное удлинили кузов по салончику что тут у нас а это я тачку заглушил по салончику все стандартно кроме задних сидений и дополнительные арочки и все ну что сразу же полный привод блокировка переднего заднего дифференциала первая передачка и погнали на горочку тут даже турбинка какая нибудь дует давай первая передача и полетели надо перейти наверное на мануальную коробку для того чтобы она выше не переключалась из-за этого мы сможем сто процентов выехать на таком монстре на эту горочку вообще без никаких либо проблем правда эта тачка больше на какую-то лодку теперь похоже но без проблем она выехала даже на вторую можем переходить тут спокойно и она просто преодолевает эту горочку не спеша на легке абсолютно даже ей ничего не мешает блин прикольная модификация я бы на такой тачке реально покуражился погонял бы где-то в городе попробовал бы попереезжать какие-то там спортивные автомобильчики редуктора прикольно так сделаны на этом автомобильчике интересная интересная тачка кочки такие она проходит вообще с легкостью ходовочка у нее на уровне но что-то я вижу передний ходовой уже не очень хорошо и у нас что-то тут есть какие-то проблемки легкие легкие проблемки но спуститься с такой горы не так-то просто у нас уже колесо отлетело отлетело колесо так посмотрим тачка осталась на ходу или не осталось отлично тачка на ходу и поэтому мы переходим к следующему автомобильчику так ставим этот автомобиль на ручничок поставили на ручник и переходим к следующей тачке а следующим автомобилем у нас будет вот такая бишупи сима посмотрим если тут модификация у нас какая-нибудь гэмблеровской нет модификации к сожалению было бы неплохо если бы на все автомобильчики абсолютно добавили данные модификации но тут я сто процентов знаю что есть что-нибудь интересненькое но к этому перейдем немножко попозже тут тоже гэмблер нету и это не интересно потому что оффроуд модификации добавили почти на все автомобили а гэмблер 500 добавили не на все автомобили и у нас появились новые вещи такие как тачка двигателя любого размера которые мы можем бросать просто в пустыне сделать какую-то мини игру по поиску двигателя того или иного в пустыне и потом установки его на наш автомобиль так ну и что переходим к самой такой интересной модификации а именно это типа гэмблер оффроуд трейлер тут есть просто прицеп 6 на 4 power trade блин много много чего интересного но самое интересное тут модификация вот гэмблер 500 это у нас биотуалетом на багажнике непонятная совершенно модификация зачем она сделана как она сделана непонятно но автомобильчик получился прикольный и даже достаточно устойчивый но поворачивает он по-прежнему плохо так что нужно еще разок попробовать заехать на эту горочку если бы у нас тут был полный привод он бы нас особо даже и не спас потому что сзади у нас все равно низкого давления покрышки и тачку заносит со стороны в сторону еще и парусность из-за этого биотуалета у нас повышена но в принципе да если его убрать тачка должна поехать лучше а ну-ка попробуем как она без него поедет если поедет вообще блин зацепили крышу от биотуалета как лыжу какую-то и ехать она все равно уборочку не хочет ну что парни вот такое у нас сегодня обновление на которое мы сделали обзорчик всем спасибо за просмотр пишите свои идеи в комментариях ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи и пока пока